Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Юля. Сегодня я вам покажу свои последние покупочки с сайта iHerb. Здесь будет в основном декоративная косметика и также много-много вкусняшек. Так что, если тебе интересно, то обязательно продолжай смотреть, а мы поехали! Давайте, пожалуй, я начну с самого интересного. А самым интересным для меня был вот такой вот наборчик минеральной косметики от бренда Bare Minerals. Здесь неполноразмерные версии, здесь миниатюры и у меня это оттенок Fairy Light 03. Всего в данный набор входит 4 средства. Это минеральная тональная основа, это минеральная вуаль, кисть и праймер. Честно говоря, я ничего не ожидала от этого набора. Я скорее думала, что он мне не подойдет, потому что кожа у меня комбинированная и проблемная. Я ищу обычно от тональных основ среднюю плотность, чтобы у меня тон перекрывался, чтобы воспаления перекрывались и чтобы не было видно расширенных пор. И я думала, что минеральная косметика сделать этого всего не может, но я ошиблась. Первое, что здесь было, это вот такая минеральная тональная основа. Она как раз-таки и идет в том самом оттенке 03. По сути, когда вы выбираете оттенок у данного набора, вы выбираете именно оттенок тональной основы, потому что все остальное в данном наборе идет в одном оттенке. Это вот такая вот рассыпчатая тональная основа, именно рассыпчатая. Вы ее должны насыпать в крышечку и дальше вы берете кисть и начинаете данную тональную основу вырабатывать круговыми движениями в кисть. Важное уточнение, выработать всего 2 секундочки, вот так вот поводить, этого будет недостаточно, это не сработает. Вам нужно выработать хорошо данную основу в кисть, а для этого нужно будет потратить ну хотя бы секунд 15-20. И потом уже при помощи круговых движений вы также наносите данную тональную основу на кожу. Вырабатывать нужно долго, нужно потратить чуть больше времени, нежели чем при нанесении обычной тональной основы. Но результат того стоит, потому что когда вы наносите данную основу, вы видите то, что у вас тон выровнен, у вас покрытие выровнено, у вас нету текстуры кожи. И при этом у вас не видно тональной основы от слова совсем. Это ваша кожа просто лучше, и это очень-очень крутой результат. Да, конечно же, какие-то явные недостатки кожи не перекрываются, в моем случае воспаление не перекрывается. И нужно будет использовать дополнительно плотный консилер. Но прошу заметить, при нанесении обычного тонального крема со средней плотностью все происходит то же самое. Все равно люди с подобными проблемами, как у меня, используют плотный консилер и перекрывают дополнительные недостатки. Поэтому я считаю, что данная тональная основа очень даже удачная. Потому что она дает красивый результат, она дает красивую кожу, она дает легчайшее нанесение. Кожа не жарко, кожа комфортно себя ощущает, нету дополнительной жирности, дополнительного жирного блеска. Это просто красивая, хорошая кожа, что удивительно. Следующее средство это минеральная вуаль. И она идет в одном оттенке, немного таком розово-лососевом. А говорю сразу, что это именно финишная пудра, то бишь вуаль. Это ни в коем случае не пудра, которая фиксирует макияж. У данной пудры одна цель, это сделать эффект расфокуса и заблюрить поры. На самом деле дает она эффект достаточно симпатичный. Но я бы ее использовала не отдельно с любой другой косметикой. Мне больше всего понравилось ее использовать именно в тандеме с минеральной вот этой вот основой Bare Minerals. Третье средство в данном наборе это, конечно же, кисточка. Кисточка тоже идет в миниатюре. Есть такая же кисточка в большом формате. Она стоит около 2000 рублей. И, честно говоря, я даже не знаю, зачем ее покупать. Потому что вот эта маленькая кисточка, она очень удобная. Она выполняет все функции, какие нужно. И если я буду покупать полноразмерные версии, а я точно буду покупать полноразмерные версии, по крайней мере, вот этой тональной основы, то я не буду брать кисть. Потому что, по сути, она у меня уже есть. И последнее средство в данном наборе, которое мне понравилось меньше всего, это вот такой вот праймер. Это обычный силиконовый праймер. Он не делает ничего сверхъестественного, ничего особенного. Так что покупать его в полноразмерной версии я вам, честно говоря, не советую. Также от бренда Bare Minerals я взяла вот такой вот консилер Bare Skin. У меня это оттенок light. Интересная вещь по поводу этого консилера. Оттенок light это вообще ни черта не light. Это что-то достаточно темное. Это как минимум medium. Посмотрите только на этот цвет. Да, когда вы используете обычную тональную основу, этот цвет еще ничего. Его можно растушевать, и все будет выглядеть на лице хорошо. Но когда вы используете, например, вот этот вот набор минеральной косметики, где у вас минимум косметики на лице, и вы начинаете потом намазывать вот такой вот темный консилер, то вы в жизни его не растушуете так, чтобы его было незаметно у вас на лице. Если абстрагироваться от оттенка, то консилер на самом деле классный. Да, он дорогой, но у него очень интересная текстура. Он с одной стороны по текстуре легкий, слэш средний, но покрытие у него такое, как будто бы он плотный. То есть данный консилер, он не перегрузит у вас кожу, ни в коем случае он не сушит кожу, он не перегружает кожу. Но при этом он очень хорошо кроет, и при этом еще такой эффект остается чуть-чуть влажненький. То есть этот консилер, он хорош для сухой кожи, он хорош для возрастной кожи, и в целом он достаточно уникален именно этим своим свойствам. Потому что все консилеры, которые я знаю, с плотным покрытием, они все достаточно плотные по консистенции. А этот по консистенции легкий слэш средний. В общем, достаточно интересное средство, но не бюджетное. И вот оттенок, если вы девушка-белоснежка, то даже не думайте об этих консилерах, на вас это будет смотреться, как что-то очень желтое и очень рыжее. Следующую покупку я повторяю уже не первый раз, это реснички от бренда Ardell. Это обычный виспис, очень-очень хорошие реснички. Я на этот раз взяла 5 пар, потому что предыдущие ресницы у меня уже успели испортиться. И я брала 2 пары раньше от Ardell в двух разных видах, но именно вот эти мне понравились больше всего, потому что у них самый натуральный эффект. Их можно наклеивать и с более яркими макияжами, и с более спокойными макияжами, и смотреться это будет красиво. Это не будут огромные-огромные ресницы, это не будут огромные-огромные ресни, которые входят в дверь раньше вас. Это именно красивые, почти натуральные ресницы, которые будут выделять макияж глаз, но при этом которые не будут являться главным акцентом на вашем лице. И еще одно средство декоративной косметики, которое я приобрела на iHerb, это хайлайтер от бренда Wet n Wild, вот такой вот рассыпчатый. Его очень рекомендовала Lensky Beauty как мега-крутой хайлайтер, но честно говоря, я им совсем не впечатлилась. У данного хайлайтера красивый золотистый цвет, представляет он из себя вот такую вот пудру, что мне не понравилось в данном хайлайтере. Да, у него очень красивый цвет шампанского, и на свотче это выглядит очень красиво и блестяще, но у него довольно-таки крупные блестки. Это видно на свотче, и это видно на коже, особенно если у вас кожа такая пористая, как у меня, то подобные вещи вам вообще противопоказаны. Давайте я прямо при вас сейчас его нанесу. У меня, правда, есть уже другой хайлайтер, но я думаю, вы видите, насколько ярким стало сияние, насколько оно более такое зеркальное, нежели чем было. Вот с другой стороны мой обычный хайлайтер, который я сегодня наносила. И вот, вот этот. Да, ярко, да, красиво, но уже очень большие блестки у вас на лице остаются после использования данного хайлайтера. Ну и для симметрии нанесу на вторую сторону, конечно же, тоже. Теперь давайте, пожалуй, проходиться по вкусняшкам, а их было очень много. Во-первых, я приобрела вот такую вишню в шоколаде. Если вы сладкоежка, то даже не смотрите, не смотрите на это, серьезно, не надо. От этого невозможно оторваться. Это так вкусно, что... Боже, я не могу это описать. Это настолько приятный вкус. Я не фанат, как правило, чего-то такого в шоколаде. Я никогда не тянулась даже к подобным вещам. Но на этот раз я решила взять попробовать, и теперь я ем только по одной штучке. И я заставляю себя брать не больше одной штучки в день, иначе я съем этого всего очень много. На моей коже это, конечно же, отобразится, и я сама буду страдать. Но это мега вкусно. Мега-мега-мега вкусно. Также на херпе я взяла вот такое кокосовое масло. Предполагается то, что оно должно быть твердым, но ко мне оно приехало вот в такой вот жидкой форме. Я думаю, даже сейчас вы видите то, что оно жидкое. На самом деле это не проблема. Достаточно просто положить данное масло в холодильник, и оно застынет. Это масло, оно хорошо для жарки, для выпечки, для всего более вкусного и интересного. Я уже жарила с этим маслом оладушки. Очень они вкусные получились. И при этом вы не используете обычное масло, не подсолнечное, не сливочное, достаточно жирное масло. А используйте просто кокосовое. На мой взгляд, это очень-очень хорошо. К тому же я брала это масло на акции, и оно стоило вместо рублей четырехсот семьдесят пять. Ну, серьезно, за семьдесят пять рублей это, на мой взгляд, очень-очень выгодная покупка. А также на херпе я, конечно же, взяла несколько чаев. Первый чай это вот такой вот йоги стресс-релиф. Достаточно вкусный, хороший чай. У него вкус лаванды и меда. Я бы даже сказала то, что большей частью там превалирует мед. Вот. Очень-очень вкусный чай. Он действительно успокаивает, действительно, как будто бы немножечко освобождает вашу нервную систему. И после этого очень легко засыпается. И второй чай, который я взяла, это Харни Энсанс. Вот такой вот с мятой. Это даже не чай, это именно мята. Обращу ваше внимание, что состав здесь сто процентов мята. То есть, по сути, это именно засушенная мята, а не чай. Лично мне не очень понравилась такая концепция. Я бы все-таки предпочла, чтобы это был чай с мятой, а не мята с водой. Но моей маме очень понравился этот чай. И, собственно, она попросила заказать ей вторую упаковку, потому что первая уже закончилась. Так что это идет к ней. Следующее, что я беру уже не первый раз, это вот такой вот элезин для кошек. Я не беру это просто так. Это прописал моим котам ветеринар. Поэтому я его и беру. Это средство используется раз в полгода, либо когда у котика какой-то стресс, тогда можно давать чаще. И проходится оно курсом. 30 штук. 30 штук на одного кота. Следующее, что я приобрела, это вот такая вот миндальная мука. Я ее взяла специально для выпечки, чтобы смешивать с обычной мукой. И таким образом получать, во-первых, более интересный вкус. Потому что миндальная мука придает вкус не только миндаля, но она еще и придает какую-то такую хрустящесть вашим оладушкам и всему прочему. И также это чуть более все-таки полезная альтернатива, нежели чем обычная мука. Я уже делала с этой мукой банановые оладушки. Вышло очень классно. Вы просто смешиваете 2 банана, яйцо, корицу, 2 ложки обычной муки и 2 ложки вот такой муки. Получается огонь. Получается мега вкусно. И при этом относительно полезно, если не брать бананы в этом уравнении. Из декоративной косметики также забыла вам показать вот такую подводку от бренда Physicians Formula. Я брала уже подобную подводку, но раньше я ее брала всегда в черном оттенке. А так как в последнее время я полюбила именно коричневые стрелки, то я решила взять такую подводку в коричневом оттенке. Честно говоря, в черном оттенке мне эта подводка нравится больше. Что не так? Все так на самом деле, формула точно такая же, просто мне не очень понравился здесь цвет. Он не полупрозрачный и он не пигментированный. Это какой-то средненький цвет для тех девушек, которые очень-очень не любят яркие стрелки. Вот так я опишу данную подводку. Честно говоря, подводка от Elf, которую я заказывала до этого и которую я вам уже показывала, мне понравилась гораздо больше. Вот она, маленькая подводочка. К ней нужна, конечно же, кисточка. В этом заключается ее минус. Но во всем остальном это замечательная подводка. Я ее брала на Новый год, сейчас уже июнь, прошло 6 месяцев, она все еще кремовая, она все еще не застыла. У нее невероятно красивый цвет, насыщенный, кофейный такой цвет. И при этом эта подводка очень-очень хорошо выглядит на глазах. Следующее, что я взяла, это специи и приправы. Я взяла себе вот такую итальянскую приправу. Сюда входит сразу же много всего. Здесь и орегано, здесь и тимьян, базилик, розмарин, сейдж, шалфейт, по-моему, да, шалфейта. В общем, достаточно ароматная, вкусная приправа. Получаются блюда своеобразные, говорю сразу. Но в целом, если вы фанат приправ, то можно взять. И также я вам сейчас покажу другие приправы, которые я тоже взяла. Я их взяла не в этом заказе, я их заказывала под Новый год. Но так как в том заказе у меня были одни лишь приправы, то, конечно же, отдельное видео я не снимала. Итак, брала я тогда очень много всего, поэтому давайте я сейчас подготовлюсь к тому, чтобы это все показать. Во-первых, я взяла две приправы, копченую паприку и приправу для пиццы. Копченую паприку я беру уже не первый раз. Я думаю, вы уже все знаете, что это очень вкусная приправа. И также приправа для пиццы тоже очень интересная, оригинальная. Ее, конечно же, можно использовать не только для пиццы, но она очень ароматная. И это именно запах пиццы. Вот самый вкусный, настоящий, домашний, потрясающий аромат. Тоже очень хорошая приправа. И также я взяла четыре приправы также от Simply Organic. Вот они все. А вот эти две приправы, это приправа All Purpose Seasoning. Это приправа для всего, иными словами. Сюда в состав входит и лук, и чеснок, и перец, и базилик, и орегано, и шалфей, кориандр, тимьян. В общем, здесь очень много всего. Так что эта приправа поистине является одной из самых универсальных, которые можно добавлять во все. И в гарниры, и к мясу, и к салатам, и в супы. В общем, везде-везде ее можно использовать. Вторая приправа, это перец с лимоном. Просто обычный перец с чуть-чуть вкусом лимончика. Просто взяла для того, чтобы иметь какую-то более такую интересную альтернативу. Следующая приправа, это вот такой вот сушеный лук. Она, как видите, практически закончилась. И именно ее я буду, конечно же, заказывать при следующем заказе, если она будет в наличии. Это сушеный лук, и это действительно очень крутая приправа. Несмотря на то, что задумка кажется странной, сушеный лук, но вы только подумайте. Во-первых, вам не надо резать лук, и не надо плакать. Это очень круто. Во-вторых, данная приправа, она добавляет вкус, и если ее добавить в самом конце блюда, то есть не делать все блюдо с ней, а именно добавить ее в конце, то тогда эта приправа не размягчается, и у вас добавляется вкус хрустящего лука. Это именно такие маленькие хрустящие-хрустящие добавочки, которые очень приятно скрипят на зубах. В общем, очень классная данная приправа, и я буду заказывать ее и себе, и маме, и всем желающим, потому что все уже полюбили эту приправу. И последняя приправа, это приправа для морепродуктов. Да, неплохая приправа, но я ее редко использую, поэтому она у меня стоит вот такая практически незаконченная. И также я взяла еще кое-что из бадов, это две упаковки бадов от Salgar Skin Nails and Hair, то есть кожа, волосы, ногти. Я взяла две упаковки в самом большом формате, 120 таблеток. Одну упаковку я взяла себе, одну упаковку взяла маме. Мама уже пила данные витамины, сказала то, что действительно они работают, но они работают не сразу, должно пройти время, прежде чем вы начнете их использовать и увидите результат. Но результат действительно есть, и он, как я уже сказала, накопительный. Поэтому я взяла одну упаковку себе и одну маме. И последнее, что я заказала, это была вот такая вот шоколадка Coconut Toffee. Очень-очень вкусная шоколадка. Здесь черный органический шоколад, здесь добавлена карамель. Очень такая хрустящая, солененькая. И также здесь есть вкус кокоса. Просто невероятное какое-то сочетание, очень вкусно. И есть я стараюсь максимум по одной маленькой плиточке, потому что иначе ты, опять-таки, тоже просто сожрешь все и не заметишь. Потому что это слишком вкусно. А на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!